Сегодня же Владимир Путин дал в Кремле традиционный торжественный прием и вручил награду президентскому полку, который в эти дни отмечает юбилей. Репортаж Кирилла Брайнина. 9 мая для военнослужащих Кремлевского полка всегда не просто особенный день. Это его бойцы несут службу у могилы неизвестного солдата, на них ответственность за безопасность без преувеличения сердца страны. Этот год юбилейный, уже 80 лет прошло с момента создания воинской части, которую давно и по праву называют элитной. В День Победы солдат и офицеров поздравил президент. Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем, 80-летием президентского полка. Сегодня, святой для нашего народа праздник, День Победы, особо отмечу мужество и стойкость, проявленные воинами-кремлевцами в годы Великой Отечественной войны. Знаю, как бережно хранят в полку память о 97 героях, павших в борьбе с нацизмом. Нынешнее поколение воинов полка достойно продолжает традиции своих предшественников, ветеранов. Вашу боевую выучку, профессионализм по праву считают образцовыми. Уверен, что вы всегда с честью выполните свой долг. Хочу еще раз поблагодарить вас за добросовестную и безупречную службу. Счастья, успехов вам и вашим близким. Поздравляю вас с Днем Великой Победы и юбилеем полка. Ура! 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 Троекратное ура под стенами кремлевского арсенала. А совсем рядом, в Большом Кремлевском дворце, вот-вот зазвучат слова песни, без которой уже невозможно представить этот праздник. Это день победы! Порва права! Праздник со слезами на глазах у тех, кто поет, и у тех, в чью честь сегодняшний торжественный прием в Кремле. Ветераны здесь главные гости. С каждым годом их все меньше. И оттого так важно помнить, что они сделали без всякого преувеличения для всего мира. Разгром нацизма никогда не будет для нас просто историей. Это достояние всех поколений и настоящих, и будущих. Мы знаем, что войны становятся отечественными, когда люди стеной встают на защиту Родины. Так было и в героическом, и трагическом 1941-м. Наш народ совершил бессмертный подвиг спасения Отечества. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ сокрушил нацизм, одержал грандиозную, триумфальную победу. Вы, дорогие ветераны, с честью прошли дорогами войны. Отважно сражались на всех плацдармах и высотах в крупнейших битвах. В вашей судьбе в полной мере отразилось все величие народного подвига, о котором вы говорите твердо и просто. Мы знали, за что воевали и за что отдавали свои жизни. Мы воевали за Родину. Позвольте предложить тост за доблестное поколение победителей, за Россию, за великую победу. Сегодня здесь говорили и о связи поколений, героев Великой Отечественной и тех, кто и сегодня готов отдать свою жизнь в бою. Таких, как лейтенант Александр Прохоренко, погибший при освобождении сирийской Пальмиры. Подвиг офицера, окруженного террористами и вызвавшего огонь на себя, никого не оставил равнодушным. А супружеская пара из Франции, Жан-Клод и Мишель Маге, передали награды своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой, родителям Александра Прохоренко. Этот трогательный жест, по словам президента, попал в самое сердце. Ведь здесь нет ни капли политики, просто гордость и боль, которую люди из разных стран хотят и готовы разделить друг с другом. Кирилл Брайнин, Кирилл Зотов и Денис Воронцов. Первый канал.